Всем привет, ребята, и сегодня у нас обзор эпичного набора серии Ниндзяга, огромный набор, самый большой из всей серии, в нем больше всего мини-фигуры когда-либо выпускалось в наборах серии Ниндзяга, коробка тоже огроменная, вы, наверное, уже догадались, это храм Айра-джитсу, храм Сэнсэя Янга, набор 70751, от 14 лет, эксклюзив, более 2000 деталей в нем, и целых 13, 13 мини-фигурок, ну, если считать статую, не буду томить вас, начинаем наш обзор, набор уже собран, он стоит у нас на выставке, временная выставка пониндзяга, так что вы уже можете прийти и посмотреть его, поехали Коробка, как я уже сказал, огромная, действительно большая коробка, на лицевой стороне изображен храм, все наши мини-фигурки, экшен, в общем, действуют, все куда-то скачут, прыгают даже Летательный аппарат есть, красиво, красиво это все смотрится на фоне заката, салют, в общем, красота, красота Написано, что батарейки включены в набор На обратной части коробки показаны его функции, также несколько картинок, список всех 13 мини-фигурок, здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать И тринадцатый считается статуя Сенсея Янга, хотя на том же брикере почему-то ее назвали статуя Сенсееву, не в теме, видимо, ребята Эксклюзивный материал включен, сейчас мы с вами его посмотрим, поэтому чуть подробнее остановимся на инструкции к данному набору, это там очень здорово и круто все написано Показано, что есть театр теней, мы тоже ему уделим особое внимание, и вот, в общем, вот такая вот красота Да, но не будем долго останавливаться на коробке, хотя, хотя и есть смысл на ней остановиться, классная коробка И здесь мини-фигурки показаны все, все-все-все мини-фигурки, опять же, кроме статуи Давайте приступать к обзору самого набора, и начнем мы с эксклюзивной инструкции, здесь есть действительно на что посмотреть, кроме самой сборки Инструкция набора толстая, реально толстая книжка, даже не знаю, сколько страниц 282 страницы в ней, сзади, естественно, список деталей, сборка, пакетов, я уж не помню, там, по-моему, 13 пакетов было Ну, это ничего интересного, самое интересное в начале инструкции На первой странице изображено еще раз храм на фоне заката и рассказана история храма Это храм Сенсей Янга, те, кто смотрел мультфильм, я думаю, его узнали Мультфильм «Храм на призрачной горе» просто, по-моему, серия называлась, это из последнего сезона Сенсей Янг устанавливал забытое искусство аэроджитсу, преуспел в этом, пока все это делал, стал глубоким стариком Но решил набрать учеников, студентов, в общем, чему-то их научить умному Единственное, что у него был отвратительный характер, очень жесткий он был учитель, и как-то студенты у него не задерживались И в итоге он остался без студентов И по легендам, те, кто остается в храме после заката, мы видим здесь, в крайней мере, закат Становятся призраками По большому счету, это не легенды Те, кто смотрел мультфильм, видел, что Коул как раз вот не успел свалить из этого храма и стал призраком Ну, а наши ниндзя туда пошли как раз, чтобы восстановить, изучить это искусство аэроджитсу В общем, здесь рассказана история, но сказано в итоге, что это вот общая история храма и аэроджитсу Но неизвестно, что ждет этот храм в будущем И лично у вас есть все возможности, если хотите, сделать его основной базой ниндзя А в принципе, он на это подходит, он реально большой Дальше, здесь показана карта острова Показано, где вот стоит храм и аэроджитсу Вот здесь он как раз, Ниндзяга-сити И здесь Альпы, вот видит дракона, весь этот остров стоит Ну, круто, пойдемте дальше Дальше арты, процесс создания этого храма Процесс работы дизайнеров над храмом И разные фишки Таким образом планировалось изначально сделать Сделать большую скалу, ступени туда наверху храм Тут ворота, всякие драконы, видимо Пагода, еще что-то Ну, сказано, что в процессе всего, всей работы над храмом Гора уменьшилась Пагода увеличилась и пара домиков И вот здесь варианты, какие смотрелись домики Вот последний уже вариант Практически то, что мы видим с вами в качестве набора Вот таким образом работают над наборами дизайнера компании Они чисто взяли кубики, накидали их один на другой И опаньки, набор получился Так что можете тут почитать Я думаю, на паузу можно поставить все это, прочитать, если вам интересно Так, дальше интервью с дизайнерами компании Дизайнерами, кто работал над этим набором Два этих мужичка Я это проглядел, очень сильно не вчитывался Так что, если хотите, опять-таки можете поставить на паузу Почитать Расширить свой кругозор Ну, соответственно, здесь спрашивают его С какими сложностями встречались Какая самая интересная часть моделей Ну, и так далее Какой самый интересный набор Лего из Ниндзяга Вам нравится Как раз Деснин Баунти и Хром Огня Классные наборы Далее идет Обзор персонажей Данного набора Основные персонажи Их особо не раскрывали Ведь тут ничего про них не написано Просто их имена Ну, поскольку эти персонажи тянутся уже давно Здесь написано, что вот Целая команда ниндзя Более подробно рассказано О вот этих персонажах Почтальон Джеспер Как раз хранитель храм После того, как этот исчез Его настоятель Умер или что там с ним стало Он стал В общем, приглядывать за храмом Сделал его туристической достопримечательностью Клэр Клэр я вообще не особо помню Он любит исследовать всякую старину И В общем Хочет изучить этот храм Тоже там работает Мисака Мама Ллойда И Даррет Так, что тут еще у нас есть А, дальше у нас Информация о театре теней Фишка данного набора Красс театр теней Мы ее посмотрим Показано, что здесь Есть и история этого театра теней Откуда это вообще все возникло Также, если хотите, можете это все Почитать Ну, вроде бы Вроде бы все Да, ну, дальше уже Как включить кубик световой И понеслось Понеслась сборка одного домика Другого центра В общем, все-все Сзади Ллойд Предлагает нам фидбэк оставить Давайте вот теперь Переходите уже к самому храму Я думаю, вы соскучились И мне вам тоже не терпится его показать Когда я буду делать обзор этого храма Я, скорее всего, буду часто употреблять слова Великолепный Идеальный Крутой Классный Просто Мастхевный И прочее, прочее, прочее Так что не обижайтесь Но у меня действительно такие эмоции Я был И есть И нахожусь в полном восторге от этого набора И сейчас попробую И вас вдохновить Вот Не знаю Если не на покупку То хотя бы на то, чтобы вы делали самоделку На подобную тему Так, давайте, ребята Начинаем Как я уже сказал В наборе 12 минифигурок Вот они перед вами стоят Плюс Минифигурка Сэнсея Янга Два домика Кузница И Рыночек продуктовый Маленькие фишки Вот флайер такой Плюс штука Чтобы салют запускать Я, конечно, попробую тут сделать Но это одноразовая вещь У меня это все разлетится Я думаю, вы Меня понимаете Те, у кого есть вот подобные вещи Я думаю Понимают, о чем я говорю И сама вот эта вот Пагода Огромная, трехэтажная Пагода Все, не буду Давайте начнем Начнем с обзора минифигурок Минифигурки в наборе Есть как уже встречающиеся В других наборах Так и абсолютно уникальные Начнем с ниндзя Зейн Зейн не нроид Ниндзя Лида Двухсторонняя голова у него Забрал Ну и просто довольное Лицо Черное кимоно С белыми С белыми элементами Белый пояс И вот Перевесть Что тут такое Сзади Знак Встречается в этом наборе И еще в битве роботов Следующая минифигурка Лоид Здесь он нормальный То есть не призрак Точнее не вселившийся в него моро Лицо строгое, суровое Сзади ничего нету на голове Но расцветку Рассказку кимоно Вы сами видите Следующий клоу Который как раз и стал Призраком Благодаря вот этому чудо храму Густые брови Рассказку Вот вы можете посмотреть Кимоно Они похожи Сзади его знак Ниндзя земли Такая вот минифигурка Одна из самых часто встречающихся в серии Следующий Джей Весельчак-шутник Но здесь у него лицо такое суровое Ему не до шуток Они пришли сюда Раздобыть священный свиток Там чего-то, кого-то, куда-то Если я правильно помню Чтобы изучить Рэджицу Тортик вы видите какой Сзади Сзади его знак Они на ниндзя Особо остановиться не стоят Потому что они и в других наборах встречаются И уже их много раз смотрел Следующий Кай Ниндзя огня В общем, такой вот Четкий парень Сзади его знак огня И такое самое строгое, по-моему, лицо Из всех ниндзя Как он выглядит Вы, соответственно, видите на ваших экранах Погнали! Последняя ниндзя осталась Ния Сестра Кая В данном случае она действительно ниндзя Ниндзя воды На ней мы более подробно остановимся Поскольку она встречается только в этом наборе И в большом корабле Задний у знак воды Очень здорово сделано кимоно Пропечатано все Ну, тут уже нет смысла удивляться Все уже всегда делается на высоте В мини-фигурках тут уже сложно чем-то удивить Ну, раз уж это ниндзяга Еще на руках принтов нету Хотя уже в других сериях есть И довольно улыбчивое лицо Следующие мини-фигурки будут более уникальные Точнее, не более уникальные А вообще уникальные Следующие мини-фигурки в других наборах не встречаются Это Сенсей Ву Сенсей Ву классная Золотая у него Не знаю Кимоно это сложно назвать Ряса, не ряса Кимоно, не кимоно В общем, одежда Если убрать бороду Можно это все подробнее посмотреть Шито золотом Это все Небольшая ухмылка Ухмыляет себе в усы Сзади значок Что-то я не знаю, что это за знак Но он у Сенсей Ву есть Ну, борода, естественно Так, дальше у нас на очереди Давайте Мисака Мама Лойда Жена Гармадона Такая Седая бабулька Или женщина Не знаю Просто может посидела Два выражения лица у нее Что-то у меня такое ощущение, что они Вообще одинаковые Вот раз И два Ну, реально я не могу раз... А, нет, есть разница Тут она типа чуть-чуть ухмыляется Вот снизу Над глазами у нее такие вот Ухмылка Сзади такого нету Вообще очень похоже Торсик, платочек В общем, классно сделана мини-фигурка Встречается тоже только в этом наборе Дальше Даррет Даррет Тоже только в этом наборе встречается Тоже уникальная мини-фигурка Очень круто сделана у него Кимоно Красиво Вот реально красиво сделано Спереди, сзади Вот такой парень-звезда Лицо одностороннее Такая прическа у него Классно Мини-фигурка здоровская Следующий Давайте Джеспер Хранитель всего этого храма Который внутрь-то особо и не хочет заходить Но туристов туда водит И всех предупреждает, что главное свалить до того, как Все начнется До того, как зайдет солнце Давайте снимем у него Тело посмотрим Тело немножко заляпано Он не шибко такой аккуратный парнишка Прямо скажем, совсем не аккуратный Платочек у него Довольное лицо И шляпа Вот такой вот хранитель этого храма Не хранитель, а экскурсовод, скажем так Сложно быть хранителем Боясь заходить внутрь Как-то он боится этот храм Дальше Клэр Тоже такая девушка Турист, не турист Исследователь старины Хочет исследовать секреты этого храма Лицо одностороннее Прическа достаточно стандартная Встречается тоже только в этом наборе И последний из раскрашенных мини фигур Это почтальон Тоже эксклюзив данного набора Тоже встречается только здесь Лицо одностороннее Очень красиво сделан Классный почтальон На боку у него сумка для перевозки почты Там рассказано, что он хотел Спокойно на пенсии повозить почту Но что-то забыл, что нельзя гасить Весьма такое Опасное место Опасное назовем его И В общем Старается изо всех сил Но постоянно что-то происходит Так вот почтальон С мини фигурками все Покажу я вам только Сенсей Янга Ну глобально тут показывать и нечего Серая на сером Разве что Борода классная Борода у него Практически Дед Мороз Серая борода Еще расскажу Почему-то на брикере Его назвали Статуей Сенсей Ву Причем здесь Сенсей Ву Этот храм Эту статую Воздвигли студенты Янга В его честь До того, как они разбежались То есть он-то, конечно, был крут Но Учиться у него было невозможно Перед тем, как переходить к храму Давайте еще фишки посмотрим Потом уже будет не до них Небольшой флайер ниндзяговский Очень похож на тот Что были в серии ниндзя Да вообще практически один в один Единственное, что меч надо бы достать А так Его можно взять И, в общем, вот так вот Таким образом летать И еще из фишек набора Это салют Пускать салют Веселая вещь И сейчас я вам ее тоже покажу Естественно Такая вот тележка И пускаем салют вверх И сейчас буду собирать все Посмотрите, куда же Ну не все разлетелось В общем, вот такая вот салютная тележка На Востоке фейерверк очень такое Сильное внимание уделено Изгоняет злых духов И вообще они любят все Повзрывать, попускать Поэтому Неудивительно, что в данном наборе Это тоже есть Так, давайте теперь Уберу мини-фигурки Чтобы они нам не мешались И будем смотреть Сам набор Он великолепен Он шикарен Он крут Так, мини-фигурки В сторону Всякие няшки В сторону Ну что, начнем Выглядит набор превосходно Здесь мостик Так, остатки нашего фейерверка Это два помещения И центральная пагода На небольшой такой Горе Не горе На небольшом возвышении Мостик снимается Он никак не крепится Он просто стоит Между двух пластинок Просто является частью Композиции Мостик сделан Из технических деталей Плюс два вот этих Четыре, точнее красных Хвоста Шипа Клыка Серые дракончики По краям Сделано просто Но выглядит достойно Теперь Сейчас потихоньку Будем его разбирать Забавно это будет выглядеть Теперь Теперь Давайте с кузницы начнем Два домика по сторонам Они собираются отдельно И они Находятся вот на этих вот пинах Точнее на кубиках с пинами И вставляются То есть их можно разъединить Оба домика Можно Прикрепить И вот получается Вот таким образом Это все Выглядит Начнем с кузницы Так, чтобы мне это не мешало Чуть-чуть Кузница выглядит здорово Мне вообще очень понравилось Собирать этот набор Правда я его не весь собрал Верхнюю часть башни собирал Паша Но основную часть я собрал Голубого цвета домик Дверг с наклейками Здесь изображение того, что Действительно кузница Кусочек воды Как раз этими камушками Которым перемещается Новинка Трава оливкового цвета До этого данной Травы не было в таком цвете Это круто Сзади Сзади ковбой Ковбой здесь не в тему Его я уберу А вырезать это не буду Кто знает зачем здесь и откуда здесь ковбой Тот в теме Так, убираем верхнюю часть крыши Домик можно разобрать на две части Чтобы можно было играть Просто играть Внутри мы видим интерьер Молоток Лопата Поскольку все-таки кузница Посередине наковальня Ведро Воду охлаждать Ну не воду Меч еще чем-нибудь Сбоку печь Очень здорово сделано Аккуратно И вообще здесь очень много Интересных решений Два дерева Кружка Красная кружка Без нее никуда Великая красная кружка И вот это На мой взгляд Какая-то лампа Похожа на лампу Сделана На основе группы Тоже так интересно сделана И верхняя часть Здесь ничего нету Абсолютно ничего Но сюда можно убрать Как раз этот флайер Можно положить сюда Еще какую-нибудь вещь Для игры самое то Единственное, что вот здесь Под козырьком Мышка Или крыца Как вам больше нравится Сделано тоже хорошо Аккуратно Все в стиле Все в одной теме И труба Ставить это все Легко и просто Выглядит вот таким Классным домиком Второй домик Это Я даже не совсем знаю То ли продуктовый рынок Магазинчик В общем Там много продуктов Также сделано На такой же основе Тоже тут Травка растет Небольшие ступеньки Наверх ведут Так же как в первом Сбоку курочки И сзади много всего интересного Здесь есть две рыбины Одна из них Оранжевая Одна серая Очень здорово сделан Эх достану сейчас его Достану достану Надо это показать Очень здорово сделан Кран И сказки И необычное решение Ну вообще здорово сделан Вот такой вот кран Кран рукомойничек Что тут еще Тут всякие Карточки есть Сенсей Ву И Ниндзя Черный Я помню Были такие карточки Наверное Те кто серией давно Увлекается Они Сейчас вспомнят это Так же здесь Печенюшки Сумочка Пара печенюшек Внутри Крыша здесь Не снимается Но ее можно Открыть Очень круто Сделана крыша Сделана из Жалюзи Двери Которые обычно Закрываются И их можно поднять Две новых детальки На них она крепится Что сверху Что снизу Ее можно Вот как-то так Приподнять Приопустить Вот такой вот домик Статуи Яблоки Пара батонов В общем много здесь всего Рыбу ловят Естественно Чтобы ее сразу продать Правда здесь краба В данном случае поймали Еще есть небольшая фишка Данного Сооружения Данной постройки Кстати наклеечки Красивые мечи Это Пара заныканных сундушков Если мы откроем крышу У нас здесь есть сундук В сундуке В данном случае Два сурикена А во втором Если мне не изменяет память Должны быть два ножа С другой стороны Также поднимаются крыши Здесь Два золотых ножа И даже сабли пиратская Вот такая вот ничка Такой вот второй домик В цвете сент грин Очень круто выполнен Мне они очень понравились Очень понравились Великолепные дома И теперь мы переходим К главной постройке Это пагода Занимает центральную часть набора В середине статуя Статуя Сенсея Янга Мы ее уже с вами посмотрели И ступеньки Которые ведут наверх Давайте подсоединяю это все Чтоб было видно Каким образом Тут ступеньки Ступеньки Топ-топ-топ-топ-топ И наверх пошел Дальше на первом этаже Двери Двери сделаны Вот я кстати Тоже раньше не видел Подобного решения Тут не рамы ходят А чисто стекла Поставлены И они открываются Просто стоит стекло Это очень здорово Мне это очень понравилось Открываются они с двух сторон Двери Второй этаж Третий этаж И Самый верх Шпиль Который тоже интересно Сделан Давайте сразу покажу Сделан Из Ну кто догадается Что это Это обычные Колеса от поезда Очень Оригинальное решение Крыши Здорово сделаны Это на техник детальках В общем так все это Аккуратно положиться Даже не знаю Что сказать Слов нет Очень здорово Пара колечек Всевластия Ну даже не пару Тут Несколько Украшения Красота Давайте перейдем К задней его части Сзади он Сзади он Гораздо интереснее Веселее Разворачивая храм Мы видим здесь Небольшую Ручку Небольшую ручку Какой-то механизм Я думаю Вы уже поняли Что это Это Театр теней Вот данный театр Сейчас попробую Вам показать Чтобы его активировать Надо нажать То есть Чуть-чуть надавить И вращать Вот эту ручку Там не знаю По часу Или против Не важно И выглядит Это все Сейчас Попробую Приблизить Вот таким Вот образом То есть Когда мы нажимаем Включается свет И Вот такое Чудеса Тут происходит Там все Две маленьких Темно-красных фигурки Это просто Так по-моему Не снять Чтобы вам показать Красота На это Залипать можно долго Я реально долго сидел Крутил И И радовался Что есть такой набор Ну да Там сложно Это все поднять Оно все нормально Закреплено На первом этаже Прихожая И Известный Чайник Правильного цвета Чайник Сенсей Ву Может быть В данном случае Сенсей Янга Или Вам уже решать Чей это будет чайник Для чайной церемонии Столик Больше здесь нету Ничего И поднимаемся Выше Выше У нас второй этаж Здесь тренировочный зал Видимо Здесь Сенсей Янг Тренировал Своих Немногочисленных Студентов Место для метания Ножей В общем Лук Сбоку И пара мечей Накличка Собственно Ничего такого Прям Сверхординарного Нет Но Для игры Самое то И дальше Выше Комната Для размышлений Уединений В общем Для духовного Развития Здесь есть Палитра Кисточка Стаканчик Картина Недорисованная Пока Очень здорово Сделана Табуретка Я думаю Вы уже поняли Как Давайте покажу На этой детальке Крепится Табуретка Я тоже Первый раз Вижу Подобное Использование Здорово И радует Что это Именно В официальном Наборе Лего И сбоку Стойка Для книжек Можно Посидеть Почитать Книжку Есть Несколько Таких Книжек Кстати В одной Из них Вот опять Так я не помню Что это За кристалл И зачем Они его Искали Он есть В этом Наборе И еще В одном Здесь тоже Что-то Есть Здесь Письмо Верхнюю часть Собирал Паши Я даже Не помню Что здесь Есть А здесь Наверное Ничего Здесь Нет В общем Некоторые Книжки С секретиками Но стойка Для книг Тоже Здорово Сделано Сейчас Поставлю Это Обратно И еще Маленькую Маленькую Фишечку Набора Поднимемся Еще чуть Выше И здесь Спрятан Ящик Где написано Вещи Кола Руки Прочь И еще Расскажу Что Кол Стал Ниндзя Он остался В этом Ну не остался В этом храме Он не успел Выбежать Из него До рассвета Вещи Кола И тут Мы видим Ну не то чтобы Прям вещи Кола Расческа И фотик Который Так же Вы можете Использовать В вашей игре Вот такой Вот Великолепный Храм Подсоединяем Обратно Все домики Получаем На набор Очень На этом Мы будем С вами Прощаться Не забывайте Пальчики вверх Комменты Оставлять На канал Подписываться В группу Вступать Сейчас мы Будем Конкурс По ниндзя Запускать Сейчас как раз Голосуем Что мы будем В итоге Делать В музей Приходите Выставка у нас Продлится до середины Декабря Вы сможете Видеть Как этот набор Так и Большую Нашу самоделку И другие наборы В общем Много чего Интересного У нас здесь есть До скорой встречи Ребята Увидимся Всем пока Продолжение следует